Ре Вис Этерс Ирте Изначально предполагалось, что с 17 сентября из эфира телеканала ЛТВ-7 на мультимедийную платформу РосЛСМ выйдут все передачи и проекты, в том числе и вечерние новости. Но в результате без информации общественных СМИ на русском языке останутся порядка 60 тысяч человек. Недавно появившийся на свет Совет по общественным электронным СМИ решил, что так не годится. Латвийское телевидение в результате предложило Совету оставить новости на русском в эфире ЛТВ-7 до Нового года. Совет идею поддержал. Мы говорим о людях старшей возрастной группы, которые привыкли смотреть телевизор, линейное телевидение. После перехода в интернет новости больше не увидят. Мы поняли, что нужно искать какое-то решение. Поэтому был найден такой компромисс. Аналитические и дискуссионные передачи будут на новой мультимедийной платформе. А новости будут и там, и на телевидении. Новости будут выходить абсолютно из новой студии. У новостей будет немного другое название. Хотя команда, которая делает новости, сохранится. И ведущие сохранятся. То есть зрители будут видеть привычные лица, привычные лица корреспондентов. Будут слышать привычные голоса. Просто визуализация будет новая, красивая, современная, из новой студии, со всеми возможными мультимедийными примочками, со всеми возможными экранами и так далее. На мультимедийной платформе РУСЛСН новости будут выходить три раза в день. Вечерние новости всегда в 19. На телеканале ЛТВ-7 время выпуска вечерних новостей может меняться. Впереди нас ждут, в принципе, полюбившиеся проекты с уже знакомыми лицами. Но все абсолютно проекты претерпят изменения в форматах. Потому что, конечно же, мы будем ориентироваться больше на интернет-платформы. Будет программа «Точки над И», но в новом формате, в ежедневном формате. Будет называться «ТЧК». У нас будет спортивная программа, личное дело. Будет работать немного в другом формате, в непривычном, наверное. Но расследование, аналитика, все это остается. Но что будет после Нового года? Латвийское телевидение предлагает создать новый канал в кабельных сетях для национальных меньшинств. Будет ли возможность в Совете по общественным электронным СМИ, пока внятного ответа не дают. Для того, чтобы принять какое-то решение, нам нужно внимательно ознакомиться с разными аспектами. Сколько это может стоить? Также важное условие, на которое указывает латвийское телевидение. Новый канал должен быть включен в обязательный пакет телеканалов. Это означает, что все операторы кабельного телевидения должны будут транслировать этот канал. Чтобы не случилось так, что в создание программы инвестируют достаточно большие средства, а ее вдруг не получится широко распространить. Зато известно, что уже через 15 дней, 17 сентября, в день открытия мультимедийной платформы, на телеканале ЛТВ-7, в социальных сетях и на страницу YouTube, мы проведем праздничный трехчасовой марафон, где расскажем о новых форматах и программах. До официального рестарта совсем немного. Виктория Пушкила, Кришья Неслеттис, Латвийское телевидение.